Девушки отдыхают Здравствуйте! К вашему вниманию предлагается курс видеолекции по дисциплине «Теория передачи электромагнитных волн». Пятнадцатая тема «Модуляция и демодуляция». Рассмотрим поперечные и продольные волны, понятие модуляции и демодуляции, понятие модулирующего и модулированного сигнала, несущей частоты и манипуляции, виды и схемы модуляции, пример модуляции в радиопередаче, цель изучения видов и схем модуляции поперечных и продольных волн. Используя ключевые слова для достижения поставленной цели, перейдем к рассмотрению вопросов, предусмотренных планом. Волна – это распространение колебаний в пространстве. Бывают поперечные волны и продольные волны. Если рассмотрим поперечную волну, обратите внимание на демонстрацию, то есть направление движения волны перпендикулярно направлению смещения частиц среды. Это поперечные волны. Если рассмотреть продольные волны, обратите внимание на демонстрацию, то есть направление движения волны соответствует направлению смещения частиц среды. Соответственно, для каждой из волн мы можем определить амплитуды колебаний, длину волны, период и, соответственно, развить дальше тематику. Длина волны – это расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками в пространстве, в которых колебания происходят в одинаковой фазе. Длина волны – это расстояние, на которое распространяется волна за время, равное периоду колебаний частиц среды. То есть определяется следующим соотношением. Модуляция – это изменение какого-либо параметра переносчика сигнала в соответствии с функцией, отображающей сообщения. Модуляция – это процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала. Понятие модулирующий сигнал – это сигнал, хранящий передаваемую информацию. Модулированный сигнал – сигнал, получающийся после посадки модулирующего сигнала на несущий сигнал. Несущие сигналы могут в виде постоянного тока, переменного тока, высокочастотных импульсов. Типы модуляции – гармоническая, импульсная, дискретная. Демодуляция – это отделение полезного модулирующего сигнала от несущей. Модуляция и демодуляция осуществляются с помощью устройств модулятор и демодулятор. А модулятор и демодулятор в сумме дают нам устройство модем. Модем – это устройство, преобразующее код в сигнал, то есть модулятор и сигнал в код, демодулятор, для передачи данных по каналам связи. Манипуляция – это модуляция, при которой модулируемый параметр может принимать фиксированное число M дискретных значений. Рассмотрим виды и схемы модуляции. Несущие колебания – амплитуда постоянно, частота постоянно, фаза постоянно. То есть это высокочастотные колебания. Амплитудная модуляция согласно уравнению, координатного уравнения. Амплитуда является функцией времени, то есть амплитуда колебаний изменяется в соответствии с передаваемой информацией. Частота постоянно, фаза постоянно. Частотная модуляция. Амплитуда постоянно, частота колебаний изменяется в соответствии с передаваемой информацией. Информации. Фаза постоянна. Фазовая модуляция, когда амплитуда постоянна, частота постоянна, фаза изменяется в соответствии с передаваемой информацией. Несущий сигнал и модулирующий сигнал смешиваются и появляется модулированный сигнал. Несущий сигнал это гармонический сигнал, если рассмотреть узкий спектр, она бывает аналоговая модуляция и цифровая модуляция. Несущий сигнал, последовательность прямоугольных импульсов, если рассматриваем широкий спектр, то есть импульсная модуляция. Рассмотрим несущий сигнал высокочастотный, модулирующий сигнал низкочастотный, как происходит амплитудная модуляция. Обратите внимание на демонстрацию. Если подадим несущий сигнал одинаковой амплитудой частоты фазы, высокочастотный, модулирующий сигнал, то частотная модуляция будет происходить следующим образом. Несущий сигнал, модулирующий сигнал, фазовая модуляция будет происходить следующим образом. Еще один вариант, несущий сигнал высокочастотный, модулирующий сигнал низкочастотный, как происходит амплитудно-фазовая модуляция. Рассмотрим пример. Подавая голос в микрофон, микрофон воспринимает низкочастотный сигнал, усилитель звуковой частоты усиливает, подает нам модулятор и усилитель мощности. В модулятор и усилитель мощности генератор сигнала высокой частоты подает высокочастотный сигнал. Модулятор и усилитель мощности модулируют сигнал, в данном случае амплитудная модуляция. И через антенно-федерный тракт распространяет в воздушной среде. То есть, таким образом происходит передача голоса на расстояние. Выводы. В поперечных волнах колебания частиц перпендикулярны направлению распространения волны. В продольных волнах частицы среды колеблются в направлении распространения волны. Модуляция – это процесс изменения одного или нескольких параметров модулируемого несущего сигнала при помощи модулирующего сигнала. Несущее колебание – это колебание, предназначенное для передачи модулирующего сигнала в заключенной в нем информации. Несущее колебание не содержит информации, обладает определенной частотой излучаемого его передатчика. Амплитудная модуляция – это вид модуляции, при которой изменяемым параметром несущего сигнала является его амплитуда. Частотная модуляция – вид аналоговой модуляции, при котором информационный сигнал управляет частотой несущего колебания. Фазовая модуляция – это один из видов модуляции, при котором фаза несущего колебания управляется информационным сигналом. Для самостоятельной подготовки даны контрольные вопросы и перечень рекомендуемой литературы. Используя рекомендуемую литературу для изучения контрольных вопросов, вы можете закрепить данный материал, а также получить дополнительные знания, которые будут полезны в учебном процессе и в дальнейшей вашей практической деятельности. Спасибо за внимание!